Нацпроекты выполняются, а исполняются ли вместе с этим мечты жителей и всегда ли власть на местах имеет обратную связь? Вопрос сегодня обсудили в областном парламенте. Участие в координационном совете приняли депутаты из всех районов Поморья. Выводы в материале Артемия Заварзина. В докладах региональных министерств отчеты, цифры, планы. Звучит практически каждый район. Больше всего упоминается Вельский. Там сегодня идет работа по шести нацпроектам. По школам у нас пока еще есть вторая смена, куда мы хотим, чтобы у нас была построена школа и на горке Мороевской, где 170 детей учатся во второй смене. У нас необходимо строительство школы в городе, потому что все городские школы работают со второй сменой. И тут многое зависит от активности на местах. Например, в Холмогорском районе в этом году из 13 муниципалитетов 12 включились в работу по нацпроектам. За период 2019 года у нас появилось две зоны для занятий физической культурой и спортом. У нас обновились семь дворовых территорий, две общественные территории. На территории Холмогорского района должны появиться четыре ФАПа. Достаточно ли этих изменений – уже другой вопрос. И адресовывать его необходимо жителям, выстраивая обратную связь и учитывая пожелания не для галочки. Председатель областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева отмечает, не должно быть ситуации, когда человек остается один на один с нерешенным вопросом. Есть в области льготная ипотека. Это очень серьезный запрос от жителей региона, от молодых семей, как раз помощь в решении жилищных вопросов. Но мы увидели цифру, что, например, сотня семей в Архангельской области получила отказ. Важно не просто апеллировать вот этими цифрами, а разбираться в конкретной ситуации, почему, по каким причинам молодая семья не смогла принять участие. И выявляя эти причины, конечно же, их устранять. Согласны с этим и в Палате молодых депутатов при областном собрании. Она также участвовала в заседании совета, обсудили взаимодействие с муниципалитетами, в том числе в части предоставления жилья молодым специалистам. Молодежи, которые просто хотели бы жить на нашей земле, это очень важное направление, которое мы в Палате очень хотели бы развивать. О развитии региона пойдет речь на сессии областных депутатов уже 11 декабря на повестке «Второе чтение бюджета». Артемий Заварзин, Ольга Красулина, «Регион-29». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова